Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Мария Дронина. Буйного пассажира поезда задержали в Челябинской области. Мужчина нарушал порядок, ругался и сорвал стоп-кран в тамбуре одного из вагонов. Как сообщили в пресс-службе Южноуральского МВД России на транспорте, инцидент произошел в поезде Оренбург-Новой Оренгой. Сотрудникам полиции сообщили, что один из пассажиров нарушает порядок. Оказалось, что 50-летний житель Оренбурга перебрался алкоголем в вагоне-ресторане и начал вести себя вызывающе. Он не реагировал на замечания пассажиров и проводников, продолжая хулиганить и ругаясь. На перегоне Карталы-Тамерлан в Челябинской области мужчина и вовсе зашел в тамбур в вагоны-ресторана и сорвал стоп-кран. Было решено снять мужчину с поезда на станции Троицк. Хулигана вывели из вагона и доставили в полицию. В отношении дебошира составили два протокола. Он заплатит за свое хулиганство 2500 рублей штрафа. Хотела помочь подруге, а помогла мошенникам. 20-летняя девушка отдала 3000 неизвестному. В отдел полиции Ленинский обратилась 20-летняя горожанка. Она рассказала, что в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от знакомой с просьбой перевести 3300 рублей. Девушка перевела деньги, а после оказалось, что страницу знакомых взломали. Деньги получили мошенники. Теперь поисками злоумышленника занимается полиция. 30-летнего жителя Магнитогорска задержали с наркотиками. У подозрительного мужчины, которого остановили сотрудники полиции, обнаружилось более 150 граммов каннабиса. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Напомню, сейчас в регионе проходит профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью». За первый этап удалось пресечь 12 преступлений. Более 20 звонков поступило от неравнодушных горожан, сообщает полиция. Так в одном из садовых товарищ садоводы увидели странную компанию. Молодые люди, как сообщили дачники, что-то пристально искали. Полиция тут же приехала на место, задержала мужчину 1993 года и нашла у него полимерный пакет с 25 свертками с наркотиками. Мероприятие продлится до 28 октября. О фактах продажи запрещенных веществ и наркопритонах вы можете сообщить по телефону 02 или 102. Работает и горячая линия МВД России 8 35 12 68 85 94. Как спасти жизнь себе и помочь другому в случае чрезвычайных ситуаций, расскажет жителям города. Курсы полевой медицины запустили медики скорой помощи Магнитогорска совместно с городским объединением ветеранов Афганистана и Чечни. Медики и Росгвардия провели мастер-класс для тех, кому такие навыки могут спасти жизнь. Резиновый жгут и давящая повязка одни из главных предметов полевой аптечки и всегда должны быть под рукой, рассказывает лектор-боец Росгвардии. Слушатели те, кто хочет научиться оказывать первую помощь в экстренных ситуациях. Артур Давлечен рассказывает, все это знал давно, пришел за практикой. Говорит. Вот этого не надо проходить курсы по медицине, даже такие простецкие, как налоколады, шкут, бинт, почему и куда, чтобы тебе просто оказать помощь. Уроки полевой медицины подготовили совместными усилиями скорой помощи Магнитогорска организация ветеранов Афганистана и Чечни и Росгвардии. Заместитель председателя ветеранов Афганистана и Чечни Ильдар Габдрахманов говорит. Раньше мы проходили, допустим, в школах уроки НВП, где могли оказаться первой помощи. Сейчас как-то такого этого нет. Сейчас первая теория, потом будет практика. Всем обязательно надо брать с собой изгуты, и они по парам уже разобьются и будут на практике все это проходить. Азы первой помощи преподают всем желающим. Бесплатно старший фельдшер под станцией номер один скорой медицинской помощи Марат Шагивореев. Не там за умными словами и прочее, как преподают в институтах и колледжах, а именно по-простому, по-житейскому. Делай так, чисто так. На занятиях идет в первую очередь не теория, именно чисто практические отработки действий до автоматизма. В программе наложение жгутов, повязок, обезболивания, а еще эвакуация с места ЧП в полевых условиях. Занятия планируют проводить каждую неделю. В Магнитогорске готовят к зиме городские фонтаны. Как рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска, большую часть фонтанов уже подготовили. На некоторых объектах работы по консервации подходят к концу, идут работы по продувке технических водопроводов. Традиционно щитами на зиму закрывают фонтан на площади Народных Гуляний, на очереди и фонтан в консерваторском сквере. Также чаши очищают от мусора, скопившегося там за несколько месяцев работы. Что касается ремонтов, то их проводят уже весной, перед началом сезона фонтанов. В общей сложности в городе Митлоргов насчитывается 15 фонтанов. А сейчас о погоде. Сегодня 20 октября в Магнитогорске днем плюс 9 градусов. Облачно без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова